МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Виртуальный мир пихлица Николай Любимов в Краблинском районе остался доволен ремонтом местных учреждений культуры. Бороться и искать. Рязанские следователи привели статистику пропавших детей. Она пугающая. В памяти предков в художественном музее открылась выставка погружения в народные промыслы. В Краблинском районе по инициативе жители благоустроили Березовый парк. Проект получился всенародным. Он победил во всероссийском конкурсе, что позволило привлечь дополнительные средства из федерального бюджета. Губернатор Рязанской области узнал оценки масштабной стройки у местных жителей. В недавно отремонтированной Пехлецкой сельской библиотеке светло и просторно. Функционала стало больше. Помещение универсальным. Во-первых, солидно обновили книжный фонд. А во-вторых, здесь открыли двери в самую настоящую виртуальную реальность. Теперь посетители смогут перенестись в мир любимых книжных героев в интерактивном режиме. Своеобразный апгрейд провели через нацпроект «Культура». Современным услугам губернатор Николай Любимов был приятно удивлен. Когда концепция разрабатывалась, мы учитывали каждый уголок, чтобы у нас все было... Функционально и красиво. Функционально. И я думаю, что у нас получилось. Да я считаю, что вполне получилось, даже очень хорошо. А еще в районе капитально отремонтировали Табаевский сельский дом культуры. Впервые за 60 лет. Здесь в 1946 году рабочие и жители деревни стали строить клуб своими силами. То есть сами вели шлакоблоки и по воскресеньям, по выходным дням они, значит, строили. Ну вот... Что-то способом. После... Собнорочен. Да, да, да. Строили сами, своими силами. После того, ну то есть на протяжении времени, естественно, долгого времени, обветшал. И поэтому в 2021 году вступили в программу и вот отремонтировали такой красивый пункт. Тема вакцинации, понятно, сейчас самая актуальная. В Кораблинском районе к вопросу подошли тщательно. Вакцину получило уже 80% населения. По словам Николая Любимова, это один из лучших показателей в регионе. Люди дисциплинированно идут, заботятся о своем здоровье. Прежде всего, это очень хорошо. Не везде, к сожалению, такая ситуация. И я думаю, людям еще не раз придется об этом сказать, не раз еще какие-то доводы привести, убедить их. Надеюсь, что все-таки большее количество людей поймет. У нас пока еще на уровне области всего 67% вакцинировано от взрослого населения. Поэтому еще есть над чем работать. А вообще больницы, конечно, коллектив в первую очередь, люди, которые работают, очень хорошо относятся к своему. Дело очень ответственно. Они наладили такие вещи, которые действительно сделаны для удобства как раз жить. В этом году в самом Кораблину обустроили новую территорию для отдыха всей семьей. Березовый парк. Потратили немало. Около 76 миллионов рублей. Но деньги пошли на нужное дело. Сегодня парк пользуется спросом во все времена года. Зимой в парке можно покататься с горок, на катке и даже на лыжах. Ну а летом весело провести время на новой оборудованной пляжной зоне. Герман Гущин, телекомпания «Город», присодействие телеканала ТВ «Кораблино». В ближайшие три года на строительство объектов в соцсфере Рязанская область получат дополнительно более 900 миллионов рублей. Такое заявление опубликовано сегодня на сайте областного правительства. С осылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова. По его словам, региональный бюджет получит 696 миллионов рублей в этом году, 91 миллион в следующем и 118 в 2024. Решение принято в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. Соответственно, повышается стоимость заключенных ранее контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. В этом году дополнительные средства будут направлены на строительство в Рязани главного корпуса онкодиспансера в сумме 586,5 миллионов рублей. И на реновацию учреждений отрасли культуры. Более 252 миллионов рублей потратят на школы в Рязанском микрорайоне Кольное и в Касимове. По данным Следственного комитета, цифра пропавших детей неуклонно растет вверх. Это уже не может не пугать. В сравнении с 2018 годом количество исчезнувших выросло на 20%. К поиску пропавших Следственный комитет подключается всегда. Алгоритм их действий у Валерия Седова. Следователь-криминалист Дмитрий Крюченко рассказывает об одной из самых запоминающихся поисковых операций. История эта произошла в 2014 году. Тогда девушка поссорилась с мамой и решила убежать. На дороге поймала попутку, добралась до Москвы. Мать обратилась в правоохранительные органы. Следов никаких не было, девушку искали больше полугода. Силовики совместно с волонтерами прочесывали огромные территории. В итоге через полгода она нашлась живой, правда, в состоянии сильного отравления. Пояснилось, что после того, как у нее не получилось отпраздновать свой день рождения в этом отдаленном селе Скопинского района, она на дороге поймала машину, добралась до Москвы. Там передумала, хотела вернуться, но была похищена неустановленными лицами. И полгода она была фактически в рабстве, жила в подвале. Это только одно дело из огромного архива следователей-криминалистов. Только за прошлый год несовершеннолетних искали 93 раза. Работали в связке. Обособленно вести поиск не получалось, говорит Дмитрий Крюченко. МВД, ГИБДД, МЧС, Росгвардия, волонтерские отряды ищут практически все и потерявшихся чаще всего находят. К поиску пропавших детей следователи подключаются всегда. И алгоритм уже выверен. Начинают с беседы с родственниками, потом ищут цифровые следы. Если остались какие-то гаджеты, которые пропавший подросток оставил, мы, разумеется, их осматриваем. Если есть возможность посмотреть страницу в соцсетях, конечно, мы посмотрим, кто в друзьях в интернете, на какие темы они общаются. Ну и дальше развертывается поисковое мероприятие. Как я уже сказал, это целый комплекс мероприятий. Поиски в зеленых и каменных джунглях, опрос свидетелей и другие мероприятия – это ежедневная работа следователей-криминалистов. При том, что остальные уголовные дела, понятно, никто не отменял. Тем не менее, они настойчиво идут по следу и чаще всего находят. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанской области стартовал онлайн-квест для школьников по знанию правил дорожного движения «Зимняя дорога». В вопросах, посвященных ПДД, приняли участие больше 500 учеников рязанских школ. Случаются зрительные обманы. Неподвижный предмет можно применять за движущиеся. И наоборот. Текст задания квеста читает Тимур, участник команды ЮИД из 40-й школы. После прочтения – тест, в котором нужно указать правильный вариант ответа. Здесь и о важности световозвращательных элементов на одежде, и о переходе дороги в темное время суток, в общем, включены все аспекты. Школьники-юидовцы проходят квест «Зимняя дорога». Кроссворды, викторина, фото-челлендж – квест растянут на пять дней, притом в онлайн-формате. Тут важную роль сыграли ограничительные меры. Участники – почти 300 команд из разных школ области. Каждый день они присылают свои работы в госавтоинспекцию. Мы видим, что интерес к этому конкурсу достаточно большой. Как со стороны педагогов, они очень творчески подходят к выполнению заданий. И каждый понимает эти задания по-своему. И есть уже определенные даже фавориты, я бы сказала, так и со стороны детей. Все работы публикуются как на профильных страничках госавтоинспекции в соцсетях, так и на ресурсах лаборатории безопасности. Квест этот проводится совместно с Центром дополнительного образования. И уже не первый год. Будем надеяться, когда дети идут в школу, они будут помнить о всех этих правилах дорожного движения, не забывать их и ни в коем случае не нарушать. К сожалению, за прошлый год у нас было очень много случаев дорожно-транспортных происшествий, когда травмы у детей были очень незначительными. Хотелось бы в этом году избежать подобных случаев дорожно-транспортных происшествий. Здесь работает олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. Свой сертификат получает каждая команда. Как стимул подготовки к новым конкурсам. Со сменой времени года стартует новый квест. Да, все верно, весенняя дорога. Знания правил дорожного движения, понятие всесезонное. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Региональная Минспорты объявила о начале регистрации на всероссийскую массовую гонку «Лыжня России-2022». Соревнования пройдут 12 февраля на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз» в 12.00 и с пометочкой 18+. То есть допустят к старту только взрослых. Такое нововведение относительно возрастных ограничений связано с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сообщает администрация Рязани. Поэтому в соревнованиях на дистанциях 5 и 10 километров примут участие только мужчины и женщины старше 18 лет. Чтобы зрители и участники могли добраться к месту, в день соревнований с площади театральной до «Алмаза» будут ходить автобусы с 9 до 11 утра. По окончании соревнований обратно в город автобусы отправятся со стоянки автотранспорта с 13.30 до 15.00. Отправка по мере наполняемости проезд бесплатный. На месте уже установили палатки для переодевания участников. Победители и призеров гонки наградят медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России и Министерства физической культуры и спорта Рязанской области. Зарегистрироваться на «Лыжню России-2022» можно до 11 февраля по адресу город Рязань, улица Маяковского, дом 46, спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпиец». Для неуспевших регистрация продлится на месте старта 12 февраля с 8.30 до 10 утра. В многообразии форм народного творчества изобразительное искусство остается зримым и вещественным отражением культурных идеалов народа. Предметы, составляющие визуальную канву человеческой жизни в современном мире, часто воспринимают как этнографический артефакт, требующий расшифровки. А между тем язык традиционного символа, орнамента, художественная форма утилитарного предмета все так же находят свое выражение в произведениях современных авторов. Собрание таких произведений представили сегодня в художественном музее. При всей консервативности художественного языка народное искусство неизменно откликается на глубинные общественные потрясения. Великая Отечественная война и героическая победа советского народа над фашизмом стали началом нового этапа и в развитии народных промыслов. В послевоенный период народное искусство выходит за рамки утилитарной функции и обращается к зрителю в форме крупных тематических произведений. Как художники смотрят на произошедшие события, как они пропускают их через себя. То есть многие авторы предоставили работы на личные свои темы, то есть посвященные своим дедушкам и бабушкам, которые прошли войну и которые отразили в их душе особые переживания. И другие, которые, допустим, Анна Бутина, которая через природу, через мозаичный пейзаж, она показала тоже фронтовой лес, который пейзаж, там не происходит никаких ботальных сцен, событий. Это просто пейзаж с березками, но он настолько ассоциируется с какими-то военными событиями, потому что лес, партизаны, прочие военные действия, фронт, они были свидетельны, природа была свидетелем вот этих страшных событий, которые происходили. В основу экспозиции легла мысль об образной переработке в предметах народного искусства, народной памяти. На выставке «Земли моей минувшая судьба» представлены произведения художника-керамиста Добрынина, созданные в 1946-47 годах. Это фигуры красноармейцев, выполненные в реалистической манере. С ними соседствует костюм, созданный по мотивам традиционной народной одежды в 1980-е, мастерами ныне несуществующего предприятия «Рязанские узоры». К сожалению, 21-й век довольно жестко прошелся по народным промыслам. Закрыты известные фабрики, которые существовали долгие десятилетия на Рязанской земле. Рязанские узоры, фабрика Скопинской художественной керамики, влачит достаточно сложное существование, Михайловская фабрика, Труженица, производство Кадамский венис. Все, чем мы гордились в новом десятилетии, когда мы говорили о промыслах Рязанской земли, к сожалению, сейчас утрачивает свои функции. Продолжением экспозиции являются произведения современных московских мастеров, художественного стекла и керамики. Используемый в них материал вызывает ассоциации с хрупкостью человеческой жизни и неизгладимостью воспоминаний. Стремление разделить боль ушедшего поколения, передать ощущение живой связи прошлых и сегодняшних составляет содержание творчества современных авторов. Если говорить о современных мастерах прикладного искусства, то здесь вы видите и знакомитесь с интереснейшими техниками производства стекла, например, Тиффани, фьюзинг, молирование. Когда видишь подлинные образцы художников, сделанные в наше время, и посвященные теме памяти предков, памяти прошедших подвигов, это необычайно интересно. Соседство многих экспонатов может показаться неожиданным. Это своеобразное путешествие через многообразие форм, материальной культуры, столкновение традиционных и современных решений позволяет остро прочувствовать внутреннюю основу искусства, корни которого неизменно уходят в глубину народной памяти. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова